Мандарины, яблоки, гранат, груши, паприка, свекла, перец, лавровый лист, орешки. Все это сегодня флористы покупают не к праздничному столу, а для работы. В моду входят букеты из съедобных продуктов. Это новое и необычно, удобно и практично, а главное красиво и вкусно. Юбиляр или, скажем, ваша пассия, получив такой подарок, может тут же поделиться его содержимым с вами или гостями торжественного вечера. У такого подарка, правда, есть и минусы. Во-первых, вес съедобного букета может достигать 10 и больше килограммов. Во-вторых, такой подарок скоро портящийся, и любоваться им долгое время вряд ли получится. В последнее время стало очень популярно съедобные букеты. Я не знаю сама, как к этому относиться, либо как флористика, либо как нефлористика. Мы это воспринимаем как игру. Как люди относятся, получая такие букеты? Наверное, с юмором, наверное, весело. Если это все оформить к Новому году, можно и новогодние букеты делать. Съедобные букеты – интересный способ удивить, говорят организаторы мероприятий. Подобные композиции могут не просто украсить праздничный стол, но и стать его дополнением. Но все же забывать о цветах не стоит. Как бы ни был ароматным и душистым букет из персиков и укропа, он вряд ли заменит пусть и не столь практичный, но куда более романтичный букет полевых или благородных цветов. Несомненно, съедобные букеты сейчас присутствуют на праздниках. Люди проявляют свою фантазию, хотят как-то выделиться. И я встречала в своей практике букеты из моркови, например, из разных пряных трав, букеты с использованием чеснока, очень красиво редис смотрится, сельдерей. Люди пытаются как-то… А, кстати, артишоки тоже очень часто встречаются. Люди пытаются выделиться, но, мне кажется, стоит не забывать о том, что тот человек, которому вы дарите, может по-разному к этому отнестись. Если человек это оценит, если ему будет это в радости, если он поймет юмор, поймет ваш подход, то это здорово. Но если же для человека это будет шоком, или он, например, любит только красные розы, то тогда этот подарок теряет свою актуальность, теряет свой интерес. Мне кажется, прежде всего стоит задумываться именно об этом. Интересно, что дарить еду в одно время было и модно, в другое же было примером дурного вкуса. Сегодня, говорят знатоки праздничного этикета, дарить продукты питания можно, но лучше делать так, чтобы продукты были пусть и вкусной, но не основной частью подарка. Например, если хотите подарить ветчину или индейку, дарите ее вместе с хорошими ножами. Алкоголь вместе с красивым штопором. Так подарок запомнится. Михаил Андреянов, Первый Балтийский канал.